Радио лектории под серебряным дождем С 15 века к нам приезжают Ну, вообще, сначала, наверное, про феномен мостов Почему они нам так важны? Потому что, ну, понятно, что дороги в России Не только в 19 веке, как у Николая Васильевича, да? В России две беды, или там кому приписывается эта фраза Дороги всегда были большие проблемы И в средние века, тем более Невозможно было ни проехать, ни пройти Поэтому реки всегда служили главными транспортными путями Что летом, что зимой, потому что зимой по саням Летом, понятно, налог Ну, и вот города строятся вдоль рек Но города традиционно в России, как они построены? Вот мы недаром говорили о Кремле, да? Всегда строятся там, где одна речка впадает в другую Но рано или поздно город выходит и на другие берега Москва уже в 13 веке вышла в Занеглимине, так называемое То есть за речку Неглинку, где сейчас улица уже Моздвиженка Тверская, Никитская Примерно веке тоже 14-15 выходит за Москворечи современные Надо строить какие-то мосты через эти самые реки Чтобы связать части города То есть проблема очень старая И как вообще мосты строились на Руси? На Руси было несколько типов мостов И вот один из самых интересных, так называемый Живой мост Такая типология моста Живой Вот есть идеи, что такое Живой мост? Юрий, нет? Нет Знаете, интересная штука Неужели по трупам? Как-то часто бывало в российской истории Вот старейший, известный нам мост Простите, в 9.11 это была, конечно, шутка жесткая На грани фола Значит, Москворецкий мост Который сейчас все хорошо знают Он идет с Красной площади на улицу Ордынка Вот он когда-то был Живым мостом Если бы ты сказал по спинам, я не знаю, знаешь Так, а ну-ка встали все в Живой мост, мы переходим Вот это тоже очень по-русски, наверное, да? Но это было другое Это было примерно то, что мы сейчас назвали бы Пантонным мостом То есть он состоял из нескольких плотов Правда, железных понтонов делать не умели Поэтому несколько плотов, которые были связаны воедино И таким образом образовывали такой мост Понятно, почему живой, да? Потому что под действием волн он ходил Извивался змеей Поэтому его так в народе очень Посквичи любят такой образный язык Его так и прозвали Очень интересно Мы говорили вначале, что Москва судоходная река Значит, необходимо было как-то пройти сквозь него Как это вообще проблема решалась? Очень часто мосты строились на деревянных сваях Или так называемые мосты на ряжах Ряжий — это просто избы, построенные прямо в русле Которые и составляют опору моста Он, то есть, возвышается над рекой на какой-то высоте Тут проблема решалась так Мачту снимали Клали на судно И корабль проходил Потом ставили обратно Но понятно, что если мост лежит прямо на воде То так сделать невозможно И вот здесь Это Пантонный мост Да, это Пантонный мост Тут очень хитро придумали наши предки Они просто... Вот, кстати, может, у вас идея есть? Что делать? Волоком? Что? Через мост? Через Пантон Нет, я же недавно сказал, что несколько связанных мостов Отвязывали просто плот Или там два плота в середине То есть, все было проще Уводили их в сторону, да Корабль проходил А потом они привязывали их обратно То есть, мост как бы... Сейчас известны разводные мосты Знаменитые петербургские, например, да А тут мост, получается, был такой раздвижной Или распашной Очень удобно Да, то есть, он раскрывался как ворота Мне нравится распашной мост Распашной, да Классно А почему мы знаем, что у нас был мост? Оказывается, это старейший мост Который упомянут в исторических источниках Откуда мы об этом знаем? Не помню, рассказал ли я эту историю в прошлый раз Это очень грустная история В конце 15 века к нам приехало много итальянцев Мы об этом говорили В результате брака Ивана Третьего с Софьей Палеолог Которая воспитывалась при итальянском дворе И вот в том числе приезжали не только итальянские архитекторы Которые строили Кремль О чем мы говорили в прошлый раз Но и итальянские врачи И вот был такой итальянский врач, оставшийся безымянным в наших источниках Который вызвался лечить, врачевать, как пишет летопись Татарского царевича Каракуччу Тут, наверное, у радиуслушателей может возникнуть вопрос В какой стати вообще в Москве взялся татарский царевич И зачем надо лечить, а не наоборот А все зависит от исторического периода Да, конечно Это очень хороший комментарий Потому что, конечно, отношения с бывшими золотоордынскими ханствами были очень сложные Там иногда были войны, но в основном были торговые отношения, дипломатические Совершенно нормально Вот, и звали татарского царевича Каракучча Такое у него было необычное имя Но, увы, итальянский врач не справился с русской болезнью татарского царевича Он навечно остался на Руси Да, и, значит, и как пишет Как бы женился, как мы это говорили Да, да, да Мы все-таки на этой формулировке наставили Но здесь, увы, здесь летопись, увы, уточняет Когда татарский царевич умер в результате неправильного лечения или еще чего-то То Иван Третий приказал этого врача увезти под мост И зарезать, извините, океовцу, добавляет летопись Вот, но, соответственно Так мы узнали, что существовал мост Да, так мы знаем, что существовал мост Первое летописное упоминание моста в Москве Вот, ну, я предполагаю, что это был как раз понтонный мост на Москве-реке Ну, а вот это вот замечательное описание того, как он раздвигался Оставил такой путешественник Знаете, вот эти путешественники, когда они приезжали Они в основном писали книжки Такие довольно скептически настроенные в отношении нашей страны Что, наверное, неудивительно, потому что они писали это по заказу Как бы, или, по крайней мере, адресовали это своим европейским правителям Понятно, что те хотели видеть определенную информацию Но совсем другое дело, когда пишет, по-моему, не ангажированный А совершенно искренний путешественник с православного востока Павел Алепский Он приезжал в середине 17 века Он был из Сирии, из города Алеппо На самом деле, Сирия — древняя православная страна Там это антиохи, древнейшая православная церковь одна из И они приезжали по пикантному делу со своим отцом, патриархом Макарием Чтобы судить патриарха Никона в середине 17 века И он пишет замечательную книжку Я всем рекомендую Если когда-нибудь осенью, зимой вы вдруг почувствуете, что вы устали от Москвы Что это грязь, лякоть ноль, зима никак не наступит А серость, то вы открываете Павла Алепского А ему все нравится в Москве, понимаете? Во-первых, он православный Во-вторых, он с востока И это у нас, я не знаю, и наличники у нас на домах лучше всех Лучше, чем итальянские мраморные И там известь у нас хорошая И кирпичная... Я по своей строительной тематике, да, выбирал какие-то вещи В общем, все ему очень нравится И понимаете, что Москва лучший город Земли Так что я всем рекомендую Длинное название книжки, путешествия Антиохийского патриарха Макария В Москву, описанное сыном его Павлом Алепским Ну, наберете там Павел Алепский и найдете И он вот как раз пишет про то, как мост разводился Еще он пишет, что на мост все ходили Ну, такая типичная сельская просторальная картина Стирать белье Ну, он же, собственно, вплотную к воде Ну, так что... И лавки Лавки стояли на мосту Что я с трудом себе представляю Лавки? Ну, это прямо итальянская система какая-то Да, потому что одно дело Мост еще был какой-то постоянный, жесткий Но когда мост ходит ходуном У вас на нем стоят какие-то киоски То это, конечно, сложно себе представить Не в тренде Что продавали? Напишут, еда какая-то? У нас сейчас убрали все эти десятки тысяч киосков А я вам расскажу на чайную историю Борьба... Вообще, конечно, все новое, хорошо забытое, старое И история движется по спирали совершенно точно Я сколько занимаюсь историей Столько в этом убеждаюсь Оказывается, первый, кто стал выступать А, может быть, это оставить на вопрос для радиослушателей А давайте... Как говорил я в таких случаях, притормозить Это хорошая история, да Ну, так вот, в общем, да Но деревянные мосты строились у нас и на сваях И всякие разные другие В том числе на месте Каменного моста И на месте Крымского моста современного Основные трассы, понятно, намечались уже в те времена Но этого было недостаточно Надо было... То есть, что деревянные мосты, они постоянно сносили их ледоходом И надо было строить какой-то все-таки постоянный мост Москва росла И вот первый каменный мост в Москве Появляется, оказывается, еще в самом начале 16 века Но, правда, не через Москву реку Потому что Москва река все-таки достаточно широка А через довольно скромную речку Неглинку И это всем известный мост Троицкий Через который до сих пор вы попадаете в Кремль Правда, он, конечно, перестраивался неоднократно Но на этом самом месте примерно так же выглядящий мост Стоял уже с 1516 года То есть, представьте себе, этот мост Ему уже... Сейчас у нас 15-й год Вот, ему уже скоро будет 500 лет В следующем году будем отмечать его гигантский юбилей Очень серьезный Я думаю, что можно по этому поводу какое-то событие даже устроить Специальную экскурсию И... Почему этот мост был построен? Мы говорили про Кремль, что тогда там не было этого моста Были деревянные Но в начале 16-го века мы же сначала все оборонялись на юге Строили нашу оборону в основном, да? Поэтому Кремль начинает строиться с южной стороны, с южной стены Но здесь, понимаете, перемещается вектор опасности Вектор напряжения перемещается на северо-запад Великое княжество Литовское Поэтому вот северный въезд в Кремль начинают срочно укреплять В 1516 году там возводится сумасшедший въездной комплекс Кутафье башня предмостная Которая до сих пор тоже сохранилась В общем, мост огромный Этот мост на конце имел разводную часть Для пущей надежности И потом уже, собственно, сама Троицкая башня Кремля Вообще, Кремль, кстати, разводные мосты тоже очень интересная тема Кремль имел, по моим подсчетам, по крайней мере, 4 разводных моста Сейчас это все утрачено К сожалению, все утрачено, да И вот три было в составе этого Троицкого комплекса Два вокруг Кутафьей башни И один потом после Каменного моста уже на въезде в башню И один разводной мост был у Константина и Ленинских ворот Это чуть ниже храма Василия Блаженного Туда в сторону Москвы-реки Вот мостов нет, но наиболее внимательные радиослушатели Или те, кто в следующий раз поедут на Красную площадь гулять в Александровский сад Обратите внимание, до сих пор на башнях, над воротами Кое-где можно увидеть такие, как бы, пазы Вертикальные, вытянутые Они сейчас уже заложены кирпичом, но все равно немножко вдаются в стену И вот, если вы задавались вопросом, зачем же эти пазы нужны То имейте в виду, что это пазы, в которые убирались коромысла Разводного моста Разводной мост, знаете, вот мне нравится в голливудских фильмах Если вы смотрите там про Рубин Гуда, еще что-то То непременно, значит, цепи идут прямо в замок И там очень мощные солдаты наворачивают это на вороты, да Понимаешь, вообще так мост поднять невозможно Потому что рычаг гигантский, просто он заклинил Не разбивайте иллюзии, ты так красиво и рад На самом деле торчали из стены деревянные коромысла Такие брусья, которым и был прикрепен мост Брусья имели на конце противовес И все очень умно было Мне очень нравится, что в середние века Наши предки продумали все намного лучше Чем современные голливудские художники-постановщики Все очень умно Рычаг минимальный, коромысла имеет противовес Как лифты, например, да Лифт же не сам вас поднимает мотор А помогает противовес перевесить И, соответственно, чуть-чуть дерните коромысла за обратный конец Даже щупренький солдатик с этим справится В одиночку И коромысла перевешивает, уходит в эти самые пазы Фактически автоматически происходило Да, 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 и мост тоже поднимается Так что, если внимательным, полным любви и взглядом изучать Смотреть на Москву Какие-то детали То можно очень много узнать об ее истории Даже не читая книг А читая просто этот вот код Визуальный код Москвы Но это знать надо Вот находите эти коды Потому что вы же сами говорите Вот эти пазы, они фактически уже Закамуфлированы, что ли Ну да, нет, ну конечно Да, это верно Необходимо После сегодняшней лекции, да Я понимаю, там москвичи или гости столицы поедут Скажут О, вот я знаю Вот здесь вот так вот Услышал под серебряным дождем Так, и дальше Вот что происходило с мостостроением Да, ну так вот Неглинка это как бы То есть первый мост, 16 век, 1516 год Первый каменный мост Это Троицкий мост Через Неглинку Через Неглинку, да Но, ну, Неглинка все-таки не такая уж и большая Через нее и потом мосты появляются Значит, мы говорили про Кремль Но понятно, что Не хватало все время городских Укреплений москвичам в Москве Потому что Москва всегда росла как на дорожчах Всегда привлекало большое количество людей Со всех сторон И вот в начале 16 века Строится Китай-городская стена От которой сегодня, к сожалению, мало что сохранилось Она была большей частью уничтожена В 30-е годы 20 века Ну вот во время сталинской такой реконструкции Москвы Очень большой Ну кое-где кусочки стены сохранились Я думаю, может быть, радиослушатели знают За гостиницей Метрополь Есть оригинальный кусок Есть кусок стены за станцией метро Китай-город Южный выход в сторону Москвы-реки Если спускаться Там есть кусок И эта стена, конечно же, тоже имела мосты Около своих ворот Чтобы переходить через Москву-реку Через ров И вот еще один каменный мост через Неглинку Был построен уже в эпоху правления Бориса Годунова Одного из моих любимейших московских и русских правителей Потому что колоссальный совершенно темп и строительство Конечно, ну я вот по этому принципу Для меня все-таки властители делятся Кто много строил, кто мало строил Колоссальные темпы строительства Хорошо, что у вас именно вот это является Индикативным моментом А не Рубилова голов Для некоторых историков это тоже является показателем Юра, мост по трупам, вы уже сказали Интересная история Нет, потому что в истории России Почему-то именно вот эти каратели Собственного народа И возвеличены Как никогда А те, кто действительно Сделал максимум для собственной нации Да, они как-то Ну, недооценены Я так мягко скажу Знаете, какая история? Вот я чем больше занимаюсь историей строительства Тем я больше понимаю, что Это такой интересный подход Который позволяет по-новому оценить русскую историю Потому что, как ни парадоксально Но в те периоды, которые О которых мы со школьной скамьи знаем Что вроде бы это такие тяжелые периоды для страны Периоды экономической разрухи Политического разлада Каких-то социальных проблем Да, там, пертурбаций Должно, наверное, мало строиться Ну, потому что где денег взять? Нет, оказывается, много строится Вот что такое эпоха правления Собственно, сына Ивана Грозного Ущербного Федора Ивановича А фактически Бориса Годунова Вроде бы мы ее знаем Как такую очень смутную эпоху Народ постоянно бастует Борис Годунов и Ивана Грозного погубил И сейчас еще и Федор Иванович погубил Но, ну вот, может быть, как раз Чтобы занять народ Чтобы им некогда было бастовать Борис Годунов начинает гигантские стройки За свой недолгий период А я обожаю Бориса Годунова Мне очень нравится эта историческая фигура Несчастная во многом, к сожалению Уж наслоилась там, да Много факторов непредсказуемых Неопределенных И он стал заложником А на самом деле это был, я считаю Это выдающийся русский царь Совершенно Прости, лучше затевать стройку Чем затевать войну Чтобы вовлечь и отвлечь народ Это тянет на афоризм, да Как звучит, как поговорка, действительно И вы знаете, что Период правления Бориса Годунова Строится И стена Белого города Которая когда-то была на месте Бульварного кольца И набережных А это же гигантская стена 13 километров Кирпичных стен 28 башен Всего лишь за 7 лет это строится Это сейчас так невозможно построить На самом деле Даже сумасшедший объем работы А параллельно с этим Строится еще и земляной город А земляной город Отсорено садовое кольцо Я даже не скажу Сколько там километров Но это же безумие А насчет Бульварного кольца Получается, что По всему радиусу Бульварного кольца По всему диаметру Ой, извините, окружности По всей окружности Бульварного кольца Плюс еще две набережные Причистинская и Москворецкая Да, она же замыкалась В сторону Кремля Эта стена И продолжая одновременно Строится стена земляного города Это она хоть дерево земляное Но все равно Это сколько там Километров садовое у нас Километров 20 Да еще 58 башен на ней стояло И она была построена За один строительный сезон То есть за 6 месяцев Они это построили Параллельно строят Ту еще стену И это было в тот самый год Когда на нас напали Крымские татары На Москву То есть надо было еще Вести с ними войну В общем Я уже не говорю Про какие-то стройки На окраинах За пределами Москвы Это, конечно, невероятно Как они это сделали Россия строила Своими силами Или все-таки Привлекало каких-то иностранных Здесь Россия строила Своими силами Рабочие всегда были наши Понятное дело Но даже проектировщики Были наши Стену с Белого города И стену, допустим, Смоленского На Смоленскую городскую стену Тоже длиной 7 километров До сих пор в Смоленске Она есть Кто из радиослушателей был Или может быть нас слушают Сейчас в Смоленске Это все русские Там есть исторический центр Он очень выделяется В окраинные районы Я был в Смоленске Это обычные хрущевки А вот исторический центр Я сейчас запамятовал Кафедральный собор Великолепнейший, конечно У них там стоит И в Смоленске Если вы побываете Этот город достойен того Чтобы там побывать Конечно, это очень сильно впечатляет Стена Кстати, есть роман У Владимира Мединского Это к пропиарю Министра культуры А я даже не знал Про эту стену, да? Да, именно про Смоленск И, кстати, неплохой роман С Мединским я давно знаком Но здесь я ему отдаю должное Хорошее художественное произведение И называется Стена А средневековая история Слушайте, это очень интересно Поход поляков И все, что с этим связано Да, ну, да Строил наш архитектор Федор Конь Так что тут уже наши Интеллектуальные силы Были уже наши Не итальянские Хотя Федор Конь, конечно Тоже загадочная фигура До конца не ясно На самом деле, кто он такой Куда он взялся Потому что это колоссальная компетенция В России же не было Школы строительной Где он научился всему этому Еще требует Ищет своего Ждет Своего исследователя Это проблема Ну и вот, значит Китай-Городская Идет своего мединского Я бы сказал Условного Китай-Городская Это было оценочное суждение Я сразу скажу В прямом эфире Так, продолжаем Китай-Городская Китай-Городская стена Была построена еще в начале Это еще строили Итальянские мастера В 1536 году В 1938 И там тоже, конечно, был мост Каменный через Неглинку Воскресенский Который был около Воскресенских ворот И Воскресенские ворота Наши радиослушатели Хорошо знают Это ворота Через которые вы заходите На Красную площадь Минуя этот вот нулевой километр Где все монетки бросают Ворота, конечно, воссозданы Они были снесены Тоже в советские годы То, что сейчас вы видите Это то, что при Лужкове восстановили При Лужкове восстановили Надо сказать, хорошо восстановили Мне очень нравится Красиво И невозможно даже сказать Что они новодельные И от них когда-то Через Неглинку Понятно, Неглинка Сейчас уже убрана в трубу Давным-давно Уже 200 лет как Течет там под землей В коллекторе Ну, значит Можно себе представить Как она проходила Примерно, получается Между гостиницей Москва И музеем историческим И в этом самом месте Был мост И этот мост Интереснейшая история Начала 17 века Его засыпали Когда Неглинку убирали в трубу Как и многое другое Как и Кузнецкий мост Например, тоже под землей скрылся Но их не разбирали То есть их просто закопали под землю И все Ну, тогда не было Как бы понятия Исторического наследия Какой-то преемственности Поэтому Как-то немножко стерлась Память о том Что там этот мост Да вообще Вот отличительная черта Я благодарен Эра, что вы заговорили об этом У нас какая-то Действительная черта Такая не очень хорошая Мы разрушали Даже те Я сужу по церквям Большую работу читал О тех церквях Которые были Созданы в свое время Там 13-14-15-е И позже, конечно, века Приходил новый купец Или приходил богатый человек Сносил нафиг Старое строение Которое могло и дальше продолжить То, чего мне не хватает в России То, что я постоянно вижу в Европе Вот эта преемственность Здесь нет До основания И строим новую церковь Шатров Но потом в 17-м году Конечно Или после 17-го Завершилось известными событиями Дурная привычка Она, оказывается, была присуща Не только большевикам Она и до этого имела свойства На самом деле Мне кажется Все немножко сложнее Потому что Уже С одной стороны Да, вы правы Действительно До конца 19-го века Не было такого понятия Как историческое наследие И поэтому К нему относились проще Но, с другой стороны Экономические факторы Иногда брал вверх И какие ситуации возникают Например, палаты Когда-нибудь, может быть, мы поговорим О средневековом гражданском Зодчестве О палатах Это вот каменные строения До Петровские Наверняка радиослушатели тоже видели Палаты Бояр-Романовых Например, палаты английского двора На Варварке Прямо недалеко от Красной площади Они, что же вы думаете Они так и стояли, что ли Палатами 400 лет? Конечно, нет Их достраивали Надстраивали Что-то к ним пристраивали Меняли их облик То есть, вот в начале Если бы приехали в Москву в 2017-м году Вы бы не встретили ни одних практически палат Кроме палат Бояр-Романовых Которые были отреставрированы Значит, так достаточно фантазийно То есть, как просто архитектор Представил себе это, да Ненаучно Значит, в конце XIX века До этого палат не было Значит, а других палат не было И вот после революции Уже начинают Ну, извините Прямо буквально ковырять штукатурку Иногда архитекторы-реставраторы По штукатурке Не расковыряли оригинальные Начинают обнаруживать по штукатурке Оригинальные палаты И вот они начинают их вскрывать Освобождать от пристроек И выявлять И вот тогда появляются палаты английского Айрат Да, нам надо прерваться Продолжим просто через несколько минут Айрат Багаудинов Инженер-историк Задавайте ваши вопросы Связанные со средневековой Москвой Айрат-специалисты Плюс 7903-797-6333 Это номер для ваших смс-сообщений И через 5 минут продолжим Радио лектории под серебряным дождем 9.35 Звоночек у нас прозвенел На вторую часть сегодняшней встречи С Айратом Багаудиновым Инженером-историком Говорим мы о московских мостах И прежде чем Айрат уже задаст свой вопрос Вам, дамы и господа Я хочу обозначить Что в общем-то Мой вопрос Связанный с крепостью Которая была построена Во второй половине 19 века Вызвала вас Определенные затруднения Но тем не менее Есть люди А я всегда не сомневался В качестве аудитории Серебряного дождя Которые правильно ответили На поставленный мной вопрос Обрати внимание Первые 10 ответов Все разные Все разные Просто не совпадаются От Бреста Это Владивосток Это Владивосток И Татьяна Чей номер заканчивается на 2074 А также Александра Чей номер заканчивается на 3600 Мы вас поздравляем Наших слушателей Получает по книге Владимира Набокова Ада или радости страсти Наши поздравления Вам позвонят Внимание Вопрос от Айрата Да Итак Вопрос О средневековой Москве Где в Москве В средние века Разместился Первый зверинец Некий прообраз Московского зоопарка Плюс 7903 797 6333 Тот из вас Кто правильно ответит На поставленный вопрос Смотри какой фолиант Ай-яй-яй-яй-яй Громко Мари Армас Не завидует Она восхищается Я просто сейчас расскажу Это правда Огромнейшая книга Сент-Экзупери Рисунки Ты же знаешь Что Экзупери сам рисовал И считал Что это очень важно Чтобы донести То что он хотел сказать Какая полиграфия. Огромнейшая, прекрасная книга, запечатанная, кстати. Неужели там 18+, я даже с трудом представляю. Сент-Экзуперия рисунки. Вот кто смотрит прямую веб-трансляцию, на silver.ru это все видит. Я такую хочу, скажите. Честно, но мысли. Не в этом часе. Да, эта книга достанется тому, кто правильно ответит на вопрос Айрата, где был первый зверинец в Москве. Плюс 7903, 797-6333. Ты имеешь в виду, надо географически указать район, да, или что? Да, район, даже, наверное, объект, где содержались животные. Отвечайте. Отправите своими контактные телефоны. Вот эта потрясающая книга достанется вам. Поехали дальше. Да, ну так вот, незаметно пролетело полчаса. Мы начали говорить только еще о первых каменных мостах. Мы начали говорить о том, что вот этот вот мост Воскресенский, который был через Негринку в районе Китай-города, на районе Красной площади, он ушел под землю, но его обнаружили в 90-е годы 20-го века, когда строили торговый центр. Один небезызвестный, не будем его называть, в центре Москвы. И интересная штука. Его музеифицировали, что называется. То есть его не закопали обратно, а все-таки сохранили для москвичей и дали доступ, что на него можно было смотреть. И поэтому, друзья, вот этот музей мне хочется проекламировать. Это филиал музея Москвы. Он называется музей археологии Москвы. Значит, около бывшей гостиницы Москва. Такой маленький павильончик, если смотрите на фасад справа, многие не удумевают, что же это за павильончик такой, а это вход в подземелье, в подземное волшебное царство. Спускаетесь на два этажа под землю, и там на глубине пяти метров, видите, этот самый Воскресенский мост. Слушай, я там не был еще, обязательно подбываю. Ну, конечно, не весь, а только его устои, и там над ними восстановлена уже вот при Лужкове их некая навершия, но ничего, все равно производит впечатление под землей мост. Достойно нашего внимания. Да, достойно внимания, совершенно один из уникальнейших музеев. Вообще, в Москве и Средневековье не так много, как хотелось бы. Вы совершенно правильно заметили, Юрий. Поэтому, действительно, надо все крупицы ценить и изучать, я имею в виду, самостоятельно просто знать их и показывать своим друзьям, детям и так далее. Ну, а через Москву реку первый каменный мост появляется уже в 17 веке. 17, повторяю, да? Это каменный мост. Недаром он называется каменный, хотя сейчас совсем не каменный. Когда-то там был построен на его месте первый капитальный каменный мост, длиной, получается, более 100 метров. Правда, конечно, не одним пролетом, как сейчас тогда так не умели, а 7 пролетов у него было. И тоже интереснейшая история. Его непонятно, кто строил, потому что перезначально позвали строить его английского инженера, Иоганна Кристлера, но он сумел сделать при Михаиле Федоровиче Романове только макет, а потом Михаил Федорович скончался и стал уже не до строительства моста. Алексей Михайлович это дело попритормозил, и вот до самого эпохи начала правления Петровича Великого так и не продолжили строить, то есть стройка была заморожена капитально так лет на 50. Такое ощущение, что русские правители делились на тех, кому было до строительства и потом не до строительства, до строительства и не до строительства. Действительно, есть определенное чередование, можно сказать, да. И вот, значит, этот мост в итоге был построен уже в 80-е годы, во многом под руководством, под патронажем Бориса Голицына, известного, который был фаворитом царевной Софии, тоже интересная фигура, очень много чего строил. Замечательный правитель, тоже недостаточно пока оценен, недостаточно известен. И мост интересный был сам по себе, он, хотя строили, видимо, его уже русские мастера, но он был очень похож на итальянские мосты в плане того, что он был тоже населен. Как, например, Понто Веки во Флоренции, как Понто Дриальто в Венеции. На нем стояли и торговые лавки, и со стороны соответственно, получается, современной улицы Якиманки, там были две предмостные башни, точнее, одна, но с двумя навершиями, потому что, конечно, мост мостом, но с той стороны крымские татары могут прийти, поэтому он был еще и оборонительным сооружением своеобразным. Но ведь поскольку башни особо не применялись по военному назначению, в них фактически располагался мытный приказ, то есть министерство, отвечающее за... ой, извините, не мытный, а корчевный, отвечающий за торговлю алкоголем, за производство алкоголя, понятно, одна из крупнейших статей государственного дохода. Значит, мельницы под мостом располагались... Простите, а как продавали алкоголь в Средневековье? Ну, помимо того, что были корчма... Да, но была государственная монополия... Был магазин вот именно алкоголя? Были... Была сеть этих... Я, кстати, не знаю, как это в родительном падеже. У вас в передаче говорите правильно, в общем, все эти экстрактиры в заведении корчем. И, соответственно, да, отпускался алкоголь только вот в разлив, так сказать. Значит, бутылочном виде невозможно было его купить. И... Кроме того, на мосту располагались жилые палаты Иоанна Притеченского монастыря. В общем, это целая, сумасшедшая совершенно центр культурной жизни просто. И жилые палаты, и административные учреждения на мосту, и мельницы, и под мостом располагался кабак под названием Заверняйка. Я до сих пор непонятно, почему так назывался. Заверни-ка сюда! Заверняйка! Такой торгово-развлекательный класс. Да, да, да. Сейчас есть, допустим, торговый мост Багратион, а вот, пожалуйста, 17-й век торгово-развлекательный мост. Совершенно современная концепция, да, мне очень нравится. Торгово-развлекательный, административный мост. Этот мост дожил до... Он дожил до эпохи фотографий, представьте себе. Есть фотографии этого старейшего московского каменного моста, но вот в середине 19-го века все-таки его пропускной способности не хватало, его состояние оставляло желать лучшего. Его снесли и построили там сначала трехпролетный металлический уже арочный мост. Первый, кстати, металлический арочный мост в Москве, а потом уже его в 30-е годы заменили на то, что мы сегодня хорошо знаем. Однопролетный, гигантская арка, железный мост. Но, несмотря на то, что и второй мост был железный уже, стальной, и третий мост был стальной, тем не менее, название все равно, конечно, сохранялось. До сих пор мы его знаем под названием Большой каменный мост. Хотя, конечно, он уже давным-давно никакой не каменный, уже 150 лет не каменный. Но, чтобы как-то все-таки придать ему каменный облик, у него были сделаны массивные опоры, облицованные гранитом, помнят, наверное, наши радиослушатели, и береговые пролеты сделаны, и железобетон облицованный гранитом. И поэтому, в общем-то, если бы я сейчас не сказал, что он не каменный, многие радиослушатели, наверное, и думают, что он... Каменный, каменный. А какой же он еще, если он большой каменный-то, наверное, да? Вот. Хотя, конечно, из реки, из набережных хорошо видны эти интересные арки. И вот здесь у нас уже мало времени остается. Может быть, я перейду к этой замечательной эпохе 30-х годов. Вот еще одной выдающейся эпохе строительства мостов в нашем городе. 30-е тоже. Вот мы говорили про стройку Бориса Годунова. 30-е, понятно, очень неоднозначный период, и вот опять неоднозначный период, в который строится безумное количество всего. Ну, понятно, что во все... Простите, а о каком веке мы говорим? 30-е годы? 20-го века. Сталинские времена. Я про сталинские времена говорю, да. Потому что что происходит в Москве, я надеюсь, что мы об этом еще поговорим в наших дальнейших встречах, Юрий и Мария. Одновременно в Москве строится и московское метро с 31 по 35-й первой очереди. Вот мы отмечали четыре месяца назад юбилей метрополитена. Да, и канал Москва-Волга строится с 32 по 37-й годы, а раз строится канал Москва-Волга, то Москва обводняется, становится портом Пяти морей, значит, необходимо строить новые мосты, да. Все это еще совпадает с так называемым сталинским генеральным планом реконструкции Москвы, тоже 35-го года. Вот мы два месяца назад отмечали его 80-летие тоже, согласно которому расширяются улицы, транспортные развязки, строятся площади. И одновременно строится храм, извините, пожалуйста, на месте снесенного храма Христа Спасителя строится Дворец Советов, то есть сколько всего строила Москва, это просто не построено Дворец Советов, да. И вот, значит, капитальная программа, огромная, мощная программа реконструкции мостов. Семь новых мостов было построено, больших на Москве реке, три моста было построено, малых через водоотводный канал, был построен Крестовский путепровод, значит, в районе Рижского вокзала. И все это было сделано всего лишь за три года, с 36 по 38, невероятно совершенно, да, как это было, сумели сделать, причем наряду с другими гигантскими стройками в Москве того же времени. И тоже было много интересного, вот мы сказали про Дворец Советов, так и не построенный, но циклопическое здание, которое должно было стоять, я уже сказал, на месте храма, и высотой должно было быть 400 с лишним метров, самое высокое здание в мире, для него разработали, для него Николай Никитин, замечательный наш инженер. 400 с лишним метров это с памятником. Да, из них последние 100 метров должны были быть памятником Ленину, тоже самым большим, самой большой скульптурой в мире. Для них, для него, для этого дворца Николай Никитин, замечательный русский инженер, который потом построит Останкинскую телебашню, МГУ он построит, главное здание, он разработал и фундаменты невероятные, об этом еще можно разговаривать отдельно, и каркас, и вот для каркаса сделали специальную марку стали, она называлась ДС, что означает, конечно, Дворец Советов. И вот хоть дворец так и не был построен, таким своеобразным памятником, таким напоминанием об этом дворце служат нам мосты того времени, этих же годов. Арат, простите, причем вы продолжите тему мостов, а известно так вот, коротенько, мне интересен этот вопрос, собственно, начинка этого Дворца Советов, она была какова? Ну, что они предполагали? Там внизу должен был быть большой зал собраний, скажем так, или там концертный зал, как нам разно уже называть, но, скорее всего, у него все-таки было политическое значение, какие-то гигантские митинги там проводить, и на этом зале стояла башня, фактически. А, это башня, да? Да. То есть зал, башня, памятник. Памятник, да. Вот так. В башне должны были размещаться административные учреждения, но это такая, сказать, административная задача, скорее, предаток, потому что, на мой взгляд, не очень рационально было спланировано это, то есть нужно было сделать высокую постройку, но как-то же ее занять надо, не просто же пустотелой делать. А вот зал собраний внизу огромный. Это, конечно, вызвало множество проблем со строительством, но об этом можно отдельно говорить. То, что башню поставить на гигантский зал, это нелегкая задача. Ну, пойдем дальше, да, может быть, еще когда-нибудь вернемся. Да, и, значит, из этой стали построены почти все мосты тех годов, и, значит, каменный мост, и мост Устинский, например. Единственное, там был же бетонный мост, только это Москворецкий. И вот, значит, целый строительный комплекс надо было создать для того, чтобы построить эти мосты. Огромное количество заводов, металлоконструкций создают эти детали, привозят в Москву, и здесь они собираются. И самая интересная история, наверное, связана с тем, как же вот построить новый мост. Что делать со старым мостом, когда строится новый мост? Что же, восносить, что ли? Ну, мы же когда на три года парализуете этот участок, получается движение. И вот новые мосты строили обычно в стороне от старых. Поэтому, например, теперь Москворецкий мост, о котором мы говорили, да, который когда-то был живым, понтонным, он во все времена выходил на Пятницкую улицу. Вот Пятницкая была крупной, важной, торговой улицей. Ну, а тут надо было построить в стороне, поэтому его вывели на Ордынку. И теперь мы с Москворецкого выезжаем на Ордынку. Тоже статус этой улицы вот резко вырос, только с 1938 года. А до сих пор такой странный курьез. Едете дальше на Ордынку через водоотводный канал, и буквально в 20 метрах от вас еще один мост рядом слева, так называемый Чугунный, хотя он тоже давно не Чугунный. Возникает вопрос, зачем же он там? Тут вот два моста рядом. А потому что раньше трасса всегда шла вот так вот, на Пятницкую. И поэтому, например, Каменный мост тоже теперь начинается с Боровицкой площади, а рядом есть улица Ленивка, в сторону, вот чуть дальше, в сторону храма. Такая странная улица тоже ведет из ниоткуда в никуда, а когда-то это тоже очень важная улица, она вела как раз на этот мост каменный, который стоял там. И, ну, самая замечательная история связана с Крымским мостом, потому что Крымский мост, его же в стране не построишь, садовая, есть садовая, куда его девать. И поэтому старый Крымский мост, если бы сделали наоборот, старый Крымский мост подвинули, организовали по нему движение на подвинутом мосту, а новый строили на месте старого. Это сумасшедшая история. Ну, в те времена двигали дома, уже вы знаете, с 35-го года у нас. Тверская, в частности. А мост передвинули по технологии дома. Да, мост передвинули по технологии дома, я думаю, про технологию домов мы как-нибудь еще поговорим, то есть в реке построили три временные опоры, даже эстакады 50-метровые, поставили мост на них, на рельсы, на катки, и домкратами мост двинули на 50 метров. К нему организовали подъезды, то есть построили стальные конструкции подъездов, перекрыли их деревом, и по ним можно было ездить, есть фотографии, по деревянному настилу машинки заезжают на мост, съезжают. Там есть такой крымский проезд, чуть-чуть левее моста, если смотреть в сторону уже парка культуры, да, музеона. И, а новый мост строили, это уникальный мост для нашего города того времени, первый в нашем городе подвесной, мост или висячий, такая конструкция называется, ну, мост очень красивый, конечно. Почему он был выбран, не очень ясно, потому что такие пролеты маленькие, Москва-река небольшая, можно перекрыть и арочными, все-таки висячие мосты, это вот золотые ворота в Сан-Франциско, например, да, там больше километра надо перекрывать. Ну, здесь, наверное, для красоты парк Горького, там, все такое, наверное, смотрелось живописненько. И, ну, правда, мост вышел достаточно неэкономичным, потому что... Живописненько, но неэкономичненько. Неэкономичненько. Ну, в те времена можно было себе это позволить. Продолжим через несколько минут. Айрат Багауддинов, инженер-историк, говорим про Москвы, мосты Москвы. И где был первый зверинец? Не забывайте вопрос от нашего гостя. Плюс семь девятьсот три семь девяносто семь шестьдесят три тридцать три. И сумасшедшая книга о рисунке Сент-Экзюперии достанется именно вам. Я точно это знаю. Звоночек. Это большой ежедневник. И напротив меня Айрат Багауддинов, историк-инженер. Мы сегодня говорим о столичных мостах, но прежде давайте мы завершим наш разговор, прежде объявим имя победителя или победительницы. Зачту смс-сообщение. Марго из Москвы пишет. Уж с часом не на месте ли Госдумы располагался зверинец? Уж с часом нет. Уж с часом нет. Ну, первый нам прислало сообщение Ален Катак, подписанный телефон заканчивается на 566. Первый зверинец был в Кремле, и это был Альвизов Ров. Да, совершенно верно. В середине шестнадцатого века английская королева Елизавета подарила Ивану Грозному двух львов, которые были помещены во рву, который окружал когда-то Кремль, о чём мы говорили про ров, говорили на прошлом нашем. Ну что, поздравляем нашу слушательницу. Потрясающий подарок. Рисунки Сент-Экзюпери достаются вам. Книга действительно достойна вашего внимания. Если вы её встретите в повседневной жизни, обязательно приобретите, почитайте и посмотрите. Это достойно. Ну и завершая наш разговор, Арат, вы, я так понимаю, не только экскурсии такие виртуальные в эфире серебряного дождя звуковые, но и реальные проводятся тоже. Да, есть у меня проект, называется «Москва глазами инженера», где мы как раз говорим об истории инженерии, и в том числе у нас здесь есть экскурсия по мостам нашего города, летом теплоходная, зимой автобусная, поэтому, кого из радиослушателей заинтересовала замечательная тема московских мостов, их истории, то приглашаю на наши автобусные экскурсии «Москва глазами инженера». Набирайте в Яндексе, в Гугле, и найдёте нас, например. Сейчас мостностроение в Москве присутствует, или, в общем-то, Сергей Семёнович у нас с другими вопросами занимается? Безусловно, присутствует. Ну, ещё при Юре... Это же эпоха Собянина? Да, ещё при Юре Михайловиче построили один из лучших, мне кажется, самых сложных мостов последнего времени вообще в России. Это живописный мост на Звенигородке, очень красивый, действительно живописный и очень сложный с точки зрения инженерии. Это Вантовый мост, первый в нашем городе, и его гигантский пилон, это арка всем известная, красная, она высотой 100 метров, это как 30-этажное здание, очень интересно строилось с обеих сторон навстречу друг другу, потом мост был надвинут на то место, где он стоит, по частям, по сегментам, как бусы, как счёты набирался и был подвешен. Ну, можно об этом целую передачу говорить, к сожалению, заканчивать наше эфирное время, поэтому много не расскажешь, но уникальный, конечно, совершенно проект для нашей страны. Ну, это очень красивый мост, такая картинка даже для Москвы своего рода стала. Абсолютно. Живописный мост в Старгингу. Я думаю, что он стал уже одним из символов нашего города, и это очень правильно, замечательная традиция. Специально с детьми ездил, смотрите его. Красиво. Мосты, конечно, потрясающие памятники не просто архитектуры, мне кажется, что в отношении мостов есть, перед мостами мы испытываем определенный трепет, не только из-за их архитектурной красоты, но и из-за смелости инженерной мысли, да, как вот человек перешагивает гигантские пролёты с помощью просто силы мысли, побеждает природу, и вот эта вот, эта удивительная особенность мостов, они вызывают сразу такой многогранный, многослойный ощущение у нас в душе, живописные, да, они во все времена были символами города, когда-то Крымский, когда-то ещё какие-то, вот теперь живописные и занял своё достойное место. Ну, недавно был построен ещё один вантовый мост пешеходный в Павшинской пойме, около метро Микинина, я правда не знаю, это уже Москва или Московский область, может, тоже Красногорский район. Это в Красногорск, да-да-да-да-да, там небезызвестный тоже торговый центр, да, кстати, впечатляет, красивый мост. Да, тоже красивый мост, да. Вантовый мост, да. Ну, а буквально несколько дней назад мы встречались с Сергеем Олеговичем Кузнецовым, и он говорил о том, что в рамках программы реконструкции Москвы-реки, которую очень большая сейчас программа занимается Москва, собирается быть построенным 13 новых мостов на Москве-реке до 2000, ну, в общем, в течение ближайших 10 лет. Дай бог. Да, так что увидим, я думаю, много ещё потрясающих памятников и архитектуры, и инженерной мысли в ближайшее время в нашем городе. Спасибо. Айрат Багаудинов был в этом часе. Спасибо огромное, Айрат. Вообще внимательно слушайте эфиры с Айратом. Я тут несколько себе пометок сделал в дальнейших наших программах, в большом ежедневнике мы будем вам дарить книги, и я вам буду задавать вопросы в том числе на внимательное прослушивание лекции Айрата Багаудинова. Ну что, буквально через несколько секунд у нас уже краткий выпуск новостей, самый свежий от коллега службы информации Серебряного Дождя. После? После поговорим о том, как успевать все, как эффективно работать и при этом эффективно отдыхать, потому что иногда нам кажется, что мы отдыхаем, и на самом деле отвлечься от работы это не очень хорошо получается. Ирина Тихомирова, психолог, колл. Совсем не получается. В следующем часе. Пока.